Всем привет! Добрались до возвышения, это возвышение до эксперта, скорее всего. Ну, давайте начнём. Так, я здесь, чтобы получить возвышение. Так, это мы не читать не будем, просто посмотрим. Испытание возвышения мастера, то есть был эксперт, а сейчас мастер, получается, да? Ну, давайте начнём. Базовая колода, я не буду, конечно же, её менять на свою основную колоду, ребят. Ну, оставим как есть. А-а-а, по три самурая, вы чё, серьёзно? Ну, кстати, у меня тут есть небольшое обновление, с учётом того, что я так часто использую базовую колоду. Мне бы захотелось купить анимационные карты, это прикольно смотрится. Ладно, давайте начнём, по-моему, будет очень весело. Бо, против трёх самураев, не, ну что может быть страшнее, но вы посмотрите на это, они так ещё грозно смотрят на меня. Капец. Ну, ладно, давайте попробуем победить их. Но с учётом того, что, опять же, пока до этого момента я ещё не проигрывал ни разу базовые колоды, вообще никогда. Кроме, на реальных игроков, конечно же. Да началось, ну, смотрите, что они делают. Опять атаки себе. Это пассивка у них так работает. А мне бы такие карты, кстати, не помешали бы, если что. Так, что мы можем сделать? Ммм, да, серьёзно, серьёзно. Да я с удовольствием это сделаю. А знаете почему? Потому что сейчас будет кое-что интересное. Вот так вот. Нам главное до ульты, да, жить. Да, и я думаю, что, кстати, у нас отлично сейчас получится. У нас... Ой, дайса прекрасно выглядит. Я ещё раз хочу. Ты же меня не добьёшь, я надеюсь. Ну, в смысле, в следующем раунде. Так, что у нас есть? Восстанавливает обычно. Обычно атаки цели стоят на один неопределённый элемент меньше. Ох, конечно же. Ладно, тогда мы скипаем. У нас выхода нету. О, Тимми, отлично. У вас, возможно, мне, кстати, поможет. Фаза броска. Здесь нам надо будет выбить немножко криу, естественно. А потом, я думаю, перейдём на огонь. Это было бы идеально. Ох, ну да. Ну да. Ну что вы тут поделаешь? Ну, кстати. Мне сто процентов надо будет переключаться. Это вообще прям как... Давайте Тимми пока поставим. Далее. Нам нужно сразу с ульты начать. Что я могу использовать? Давайте подумаем. Ну, это, конечно же, точно. Потом идёт ульта. Смотрите, какая красота. О-хоу! Нет, это базовая колода. Почему я раньше не покупал? На самом деле, было бы очень смотреть интересно. За всеми их действиями. Так, у нас остаётся три удара, кстати. И здесь мы можем спокойно поменять. И ещё ударить неполно. Оу-да. Обычные атаки нам не нужны, ребят. Я думаю, что нам нужно хорошенько бить. Ой! Нет, тихо-тихо-тихо. Нет, 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 нет. Не сюда. Конечно же, не сюда. А вот так. Как тебе? О, есть. Таяние пошло. Работаем, работаем. Слушайте, ну, самурами, по-моему, не выдерживают на моего натиска. Это прекрасно. Возвышение, возможно, слушайте, ну, по идее, если это третье возвышение, здесь соперники должны быть намного сильнее, чем предыдущие. Ох ты. Ну, давайте мы так сделаем. Можно было бы оставить и переключиться. Я, кстати, не подумал об этом. Да-да. Ну, ладно. Он будет бить. Нет, самурай, кстати, действительно опасный. Так. Ладно. Быстродействие. Следующее действие, кстати. Подождите, если смена... Ну, я не смогу, да? Я в любом случае не смогу. Восстанавливает одно хп. Мы это сейчас воспользуемся на всякий случай. И давайте тогда сделаем вот так вот. Мы его сможем добить. Лечение? А, ну, потому что... Потому что, вы поняли, да? Я это самое ужасное, что может быть. Понятно. Понятно. Другого, в принципе, ожидать не надо было, да? Конечно же. Так, у нас есть, в принципе, на один хороший удар. И плюс еще две можно воспользоваться. Так, а для этого мне придется использовать одну из карт. Если я переключусь... И попробую ударить... Подождите, у меня есть идея. Мне нужно убить этого, да? А, мне не получится, наверное, да не хватит, скорее всего. Но в любом случае, если я уже начал, то да, давайте. Так. И теперь моя основная цель. Моя основная цель. Попробуйте хорошенько ударить. Ах, не хватило чуть-чуть в чуму. Ну ладно. Сейчас переключаться смысла нету, да? Просто скипаем. А у него ульта сейчас будет. А финальная фаза они будут лечиться, скорее всего, да? Смотрите, 1 и 3. Ну, по идее, в геншин обычном, то после каждого убийства самураи, а другие лечатся, да? По идее, так и должно работать. Я думаю, что стоит добить нашей сахарозой. А, да, не повезло. Плюс 3, что ты, безумец! О, какой же он безумец! Так, перемещается двух персонажей на другого. Крио Дайсы. Понятно, понятно. Все это понятно. О! Он там опять бафается до безумия просто. Эти самураи, они такие отвратительные, на самом деле. Ладно, у меня десятка есть. Пока живем, ребят, пока живем. Это сейчас тоже на плюс 3 вылечится, да? Не говори мне, пожалуйста, нет. Ааа, нет? Нет! Да! Да! Завершаем, ребят. Все живы, мы справились с базовой колодой. Это прекрасно. Мы получили мастера, да? Разлом хаоса, достижение. Это что за достижение такое? А это за то, что мы получили, видимо, возвышение, да? Сейчас давайте посмотрим. Мяу, задание возвышения уровня пройдено. Теперь ты мастер. Теперь ты мастер, а это значит, что техника игры ты превосходишь многих своих соперников. Такого уровня невозможно достичь без серьезных усилий. Конечно, люди, которым лень приложить усилия, никогда не поймут, почему мы тратим столько времени на карточную игру, ведь для них эта игра всего лишь развлечение. Узнав, что теперь берется ним игрок с рангом мастера, твои соперники отнесутся к игре куда более серьезно, а некоторые игроки принимают вызов на поединок только от соперника с рангом мастера и выше. Даже в нашей таверне есть такие упрянцы. Ну что ж, пусть священный призов всемирок подарит тебе настоящую радость. О, теперь мне становится намного сложнее, да? Вот седьмой уровень, кстати. Вау-ху-ху-ху! Погодите, но мы же получили какое-то достижение, которое обязательно надо посмотреть, согласитесь? Мне лично. В победной игре сразитесь не менее с двух карт персонажей противника за один ход. А, ну это прикольно, кстати. Это прикольно. Так, а что у нас получается по уровню, да? Там можно что-нибудь посмотреть? Да, узнать об уровне игрока, начать испытания в таверне. Еще одно испытание в таверне, а ну... Эээ, награду уровня. Есть! Седьмой уровень, слушайте. Ну, хорошо идет, ребят. До десятого-то остается чуть-чуть, ребят. И одно возвышение, кстати, осталось. Так, ладно. И теперь еще, единственное, перед тем, как найти спутник... А-а-а, сколько нам доступно? Они реально теперь все доступны? Ну, это... Да, это, слушайте, прикольно. Ну, мы пройдем их, значит. А это только на восьмом открывается. Ну, коты-дуалянты, ребят, коты-дуалянты. Увидимся, ребят, в следующей серии. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Тут, кстати, письмо лежит. Смотрите видео до конца. И, естественно, подписывайтесь на канал FDNR YouTube. Ссылочка в описании к этому видео. Увидимся, ребят, пока-пока.